Обсуди свои инвестиции на сайте спонсора программы Сухой Остаток, whotrades.com, первой социальной сети трейдеров. Добрый день, уважаемые слушатели, добрый день. В эфире Финам ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. И, как всегда, пришло время поговорить о том, что происходит на финансовых рынках. Тема сегодняшней программы – российские индексы и товарно-сырьевые площадки. Мы обсудим именно динамику на них. Но, естественно, будем говорить и о том, что может интересовать нас помимо этих локальных вещей. В общем, все как всегда. Итак, прежде всего, я представляю моих сегодняшних гостей в студии Сухого Остатка. Кирилл Кощиенко, генеральный директор АФорекс. Добрый день, Кирилл. Добрый день. Здорово звучит. АФорекс. Заявка на лидерство. Да-да-да, сразу же такое настроение. И в студии Сухого Остатка Илья Балакиров, ведущий аналитик UFIC. Добрый день, Илья. Добрый день. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашему эфиру. Телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, делитесь собственными мыслями по поводу. Ну и начиная эфир, 15.06 в Москве, давайте я рисую традиционно картину маслом, что к этому времени произошло на финансовых площадках, начиная с закрытия вчерашней Америки. Итак, американская сессия вновь, сколько уже, 4 раза подряд или 5, отрицательная динамика, ну после среды, да, четверг, пятница, понедельник, вторник, да, 4 раза подряд. Четвертая торговая сессия в отрицательной динамике, 0,4% потерял Dow Jones, чуть меньше 0,2% S&P и символично 0,1% NASDAQ. Далее, Азия, разнонаправленно, если смотреть на японский индикатор, он вырос на больше, чем на процент, а почти 2% потерял Shanghai Composite, индикатор рынка Китая. Значит, Европа сегодня, ну в основном, наверное, в отрицательной территории, все же будем говорить так, потому что FTSE 100 снижается на 0,1%. Отечественные индикаторы в минусе РТС на 0,2%, ну и в символическом плюсе, можно говорить, что, в принципе, нулевую динамику показывает индекс ММВБ. Ну, понятно почему, потому что рубль продолжает слабеть, да, 32 рубля 20 копеек мы сегодня видим, кстати. Достаточно, ну, такая важная, наверное, цифра, да, и с технической точки зрения, ну и, наверное, фундаментально тоже она оправдана. Мы об этом сегодня поговорим. Далее смотрим на сырье и на рынок Форекс. Ну, прежде всего, нефть в лице марки Brent уверенно держится выше 108 долларов за бочку, да, 108.90. Лайтсвит также 103 доллара стоит. Золото, небольшой отскок все-таки формируется вчерашнего вечера. И сейчас 1337 его текущая цена. Далее смотрим на Форекс. Ну, я так думаю, что какой-то более-менее диапазон евро-долл фамирует, потому что в 1.35 он ходит. Да, вчера он спускался там в районе 34.60, сегодня попытался забраться. Сейчас 1.35.04 практически на месте стоит. Так, и смотрим на котировки российских акций. Вот список голубых фишек. В основном в минусах сегодня все. Лучший рынок Ростелеком. Чуть больше процента прибавляет Уралкалий, надо отметить, да. Собственно, торговался он в районе 2% в плюсе, я имею в виду. Сейчас немножко уже корректируется, но понятно почему. Все-таки какие-то движения там есть. А в основном все в минусе и среди лидеров падения Аэрофлот почти процент, почти процент НЛМК, полпроцента ВТБ и примерно так же Сбербанк. Ну и в принципе я, давайте начнем разговор. И в принципе, на мой взгляд, по крайней мере, ничего существенного в целом не происходит. Ни на российском рынке, ни на каких других, потому что, наверное, все-таки инвестор чего-то ждет. Да, Илья? Да, инвестор всегда чего-то ждет. Да, действительно, на что-то надеется, правильно, да. Так вот, давайте с этого и начнем. Собственно, что сейчас в умах инвестора, тем более, что в принципе, да, как некоторое время назад, время Че, которое мы, опять-таки, если отматывать там пару недель, пару месяцев, да, мы его ждали-ждали, дождались. Вот, что-то там получили и сейчас новые ожидания. Ну да, это вот как конец света, его все время ждут, но каждый раз... И каждый раз откладываются. Ну, из ближайшего, естественно, мы ждем вторую оценку ВВП. Сегодня, в 16-й. Сегодня, да, конечно. То есть, если мы увидим какой-то пересмотр наверх, может быть... Ну, тут интересно, да, то есть, если она будет пересмотрена хорошо наверх, это может подстегнуть ожидания сокращения КУЕ. А если она будет плохая, да, то могут усугубиться негативные ожидания по американской экономике. То есть, здесь важно, как бы, вот, ни туда, ни сюда не перегнуть. Интересно. Ну, естественно... Я сейчас, знаешь, представил, что тебя слышат как раз в... Ну, я думаю, что им об этом не надо говорить. В штатах, да, нет. И ты говоришь, ребят, вы там будете рисовать сегодня цифру. Вы смотрите, ни туда, ни сюда не перегните, а то, вы видите, рынок-то нервный парень. Они очень грамотные в этом плане, они все делают как надо. Хорошо. Ты меня успокоил, как минимум. Ну, естественно, после того, как это двинулось в наше очередное время ЧЕ, в плане ближайшего сокращения КУЕ, и несколько так послабли ожидания того, что на следующем заседании там что-то такое произойдет. На октябрьском. Да. То сейчас на первый план вышла, естественно, планка госдолга. Это самая актуальная сейчас тематика. Сегодня, да, я прочитал где-то в СМИ, 17 октября уже, вот, новую дату конца света, если пользуясь твоей терминологией, объявило казначейство Соединенных Штатов Америки, потому что, ну, буквально, в смысле, денежки у нас закончат 17 октября. Ребят, давайте. Ну, не объявят же дефолт, в любом случае. Вот, Кирилл, как ты думаешь, объявят, не объявят? Ну, я, наверное, тоже с тобой соглашусь. Ну, в любом случае, игра эта долгосрочная, и если вы помните, то идея с постоянным отодвиганием верхней планки госдолга, это идея уже очень давно в умах американских чиновников. И, если помните, то примерно 100 лет уже эта ситуация развивается. 20% от ВВП в начале 20 века. Мне нравится, он на меня посмотрел, говорит, если помните, примерно 100 лет это развивается. Ну, я в данном случае имею в виду просмотр всевозможных таблиц и графиков, да? Конечно, конечно. Ну, как минимум, в любом случае, активно для нас это, да? Активно для нас, да. И, собственно, планку каждый раз сдвигали, сдвигали и продолжают сдвигать. И я думаю, что в этот раз мы не увидим какого-либо исключения. Говорят, что раздался очередной звонок президенту США Бараку Обаму и сказали, Барак, мы уже совсем близко. 16,7 миллиарда, триллиона, извиняюсь, достигнут потолок, и нужно с этим что-то делать. Соответственно... Кстати, вариант, что он, вот этот, да, парень, которому звонили по фамилии Обама, он может самостоятельно что-то предпринять. А что фактически можно предпринять? Ну, хорошо, есть, как бы, наверное, два основных варианта, да, развития событий и вообще, ну, решения этой задачи. Первое, это попытаться поднять налоги для богатых, прежде всего, американцев. А второе, это, ну, предпринять очередные попытки сокращения бюджетных расходов. Но если вы, опять же, вспомните последние события, то меры, на которые пошло американское правительство, это, ну, это крайние меры. Вплоть до того, что они уже перестают перечислять средства в пользу пенсионной фонды государственных служб. То есть, социальные свои, да, обязанности уже... Они даже ими уже пренебрегают. И дальше уже, фактически, я думаю, что в этом направлении им не удастся пойти. Опять же, ну, как бы, правящая элита очень сильная, их голос очень имеет веское значение, да. И налоги и так достаточно высокие, насколько их можно поднять. Вопрос достаточно большой. Поэтому, ну, на мой взгляд, каких-то ощутимых решений предпринять уже нельзя, которые бы смогли основить всю эту историю развития. То есть, если мы вспоминаем, да, ну, как минимум, конец прошлого года, то там был повод для торга, да. Вот они искали, давайте мы здесь сократим, а здесь мы, наоборот, увеличим. Такое ощущение, что сейчас надо просто отодвинуть. Совершенно верно. Сейчас повода нет, да? Я правильно понимаю тебя? Сейчас такого повода нет, Илья. Ну, просто нужно понимать, что все любые секвестирования, любые сокращения расходов, либо гипотетическое увеличение доходов, это не такие средства, которые мы можем применить завтра. Да. То есть, это нужно согласовать, это нужно договориться. Это нужно посчитать, наверное, конечно. Нужно как-то это анонсировать и потихоньку на это выйти. В принципе, сейчас вот уже какие-то меры идут, но пока они не очень, честно говоря, эффективные, не то, что эффективные, да, вот. Ну, понятно, да. То есть, сложно их, да, каким-то образом пощупать руками, наверное, вот так. Ну, не очень заметно для рынка, да, и, наверное, для экономики не очень заметно, и будут сказываться, наверное, вот через полгода, через год. Да, через какую-то продолжительность. Длительные меры. Я согласен. Хорошо, спасибо, мы сейчас прервемся, новости послушаем, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжим эфир, сухой остаток на Финнам ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в студии. Кирилл Кощиенко, генеральный директор АФорекс, и Илья Балакирев, ведущий аналитик UFS IC. Ну, собственно, как всегда, мы обсуждаем текущую ситуацию, будем, я надеюсь, делать какие-то прогнозы. Будем делать, нет, Кирилл? Попробуем. Конечно, будем. Попробуем, хорошо. Ну, я просто к тому, что прогнозы, как известно, дело неблагодарное. Скажем так, будем обозначать цели. Будем обозначать цели, совершенно. В общем, опять, варианты, всегда есть два варианта, да, если вот так, пойдет вверх, а если эдак, пойдет вниз. Ну, это нормально. Друзья мои, я напомню для слушателей, уважаемых слушателей, телефон в студии 6510-996, код Москвы-495, сайт компании финнам.фм, присоединяйтесь, пишите, звоните. Ну, и, собственно, продолжим разговор пока что о Штатах, или? Да, конечно, мы продолжим. Прежде всего, нужно отметить, что ситуация фактически безвыходная для США, поскольку, с одной стороны, все прекрасно понимают, что нельзя бесконечно отдвигать под логосдолга. Это, в общем, ненормальная ситуация, ее надо когда-то прекращать и попытаться начать разворачивать, да, потому что нельзя все время долг раздувать, его нужно когда-то отдавать начинать. С одной стороны. С другой стороны, никто не хочет брать на себя ответственность, да, и ставить эту точку. Ну, как уже мы, там, год назад обсуждали, выбор, по сути, либо ужасный конец, либо ужас без конца. Вот, и вот в такой альтернативе всегда выбирают второе. Поэтому, естественно, сейчас не идет речь о том, что потолок не отодвинуть, его придется отодвинуть. Вопрос в том, какая при этом будет риторика. То есть, скорее всего, для того, чтобы сделать это, нужно будет взять на себя какие-то дополнительные обязательства по сокращению госрасходов, по, может быть, увеличению доходов бюджета, по, может быть, перепрофилированию структуры долга. Но при этом нужно понимать, что все эти меры, они контрпродуктивны для экономики. То есть, мы это прекрасно видели, например, Европа. Кризис в Европе, рецессия началась не тогда, когда пошли проблемы с обслуживанием госдолга в отдельных странах, тогда, когда страны массово начали применять программы сокращения госрасходов. Вот тогда у нас все PMI ушли ниже 50, да, и тогда, по сути, началась рецессия. И ровно это же самое мы увидим в США, скорее всего, когда полномасштабно развернется эта программа сокращения. И это они тоже прекрасно понимают, ровно поэтому очень осторожничает ФРС на последнем заседании. То есть, оставили без изменений, хотя все ждали, что сократят по этой причине, в том числе, да, Кирилл? Да, безусловно. И в том числе, продолжая тему потолка госдолга, мне, знаете, кажется, складывается такое впечатление, что когда приходит новый глава ФРС, либо новый президент США, он предпочитает отработать свой срок и сделать так, чтобы эта проблема перешла по наследству его последователю. И, скорее всего, вот, что Барак Обама, что Бен Бернанки, они сейчас попытаются предпринять, ну, ровно такие необходимые действия для того, чтобы именно им не пришлось решать этот вопрос, а чтобы их последователи, которые придут, вот они уже ломали голову над тем, какие еще меры можно предпринять для того, чтобы... Ну, скорее всего, будут отдвигать планку, что им еще остается. Ну, причем, если действительно такой логике следовать, да, как Кирилл предложил, то, что вот в этой ситуации, да, в ситуации, ну, какой-то, собственно, заложника, сейчас господин Бернанки раз находится, вот-вот ему уходить, да, Безусловно. И что-то сейчас там сворачивать начинать. Нет, это уже нужно отдать последователям, там, Джанет Елен или кто это будет, вот, и уже пусть, и она, собственно... И расхлебывает, в буквальном смысле слова. Я понял, хорошо. Хорошо, спасибо. Ну, понятно, значит, 17-го, как минимум, октября, да, мы ждем очередное время Че, ну, а до этого, наверное, наблюдаем. Как, кстати, будут вести себя рынки? Ну, я предположу, что вряд ли будет какая-то осознанная, да, там, ярко направленная динамика, Илья? Ну, скорее всего, да, то есть, рынки продолжат занимать такую выжидательную позицию. В большинстве, мы, может быть, увидим отдельные какие-то движения по отдельным отраслям, рынкам, то есть, вот там, где есть инновационные поводы. Вот, но в целом, вот, инвесторы продолжат ждать и продолжат смотреть на реакцию крупных инвесторов, фондов на реакцию на валютных площадках, в первую очередь. Поскольку все-таки решение ФРС, мы видим сейчас, прекрасно не прошло, а бесследно, да. Не прошло, да. То есть, мы ничего, по сути, не поменяли за последние, там, несколько месяцев даже, да, ни в ожиданиях, ни в сантименте, да, ни в решениях, ни в позициях центробанков, но если мы начинали, там, в середине лета мы обсуждали это при валютной паре 1.28, да, и сейчас мы видим 1.35. То есть, реакция рынка на вот это статус-кво, она ползет, она меняет. Ползет, ползет, да. Ну, и, тем не менее, спасибо, Кирилл, смотри, действительно, 1.35 сразу же после объявления решения прошлую среду, ну, и все же 1.35, это не 38, это не 45, ну, и так далее. То есть, все исчерпал себя, ну, как минимум, валютный евро-доллар. Ну, тут нужно ориентироваться на несколько показателей. Безусловно, заседание ФРС, которое состоялось на прошлой неделе, здесь сыграло решающую роль, а в первую очередь, да, несбывшиеся ожидания касательно сворачивания к УЕ3. Но, если говорить о потенциале еще движения, то, на мой взгляд, потенциал для аптренда есть. Ну, где-то на 100 пунктов вверх. И традиционно я являюсь приверженцем подхода позиционирования на рынке Форекс. То есть, рынок зачастую идет вопреки ожиданиям большинства. И сейчас накоплен рекордный клиентский шорт, в том числе об этом можно судить. В евро-долларе. В евро-долларе. Об этом можно судить и по расстановке сил на чикагской товарной бирже. Ну, это прежде всего, мне кажется, больше, если говорить об объемах на Форексе, больше не по чему судить, объективной информацией. То есть, нет, ну, разве что, там, позиции своих клиентов можно озвучить. Ну, я больше предпочитаю ориентироваться, да, на официальную статистику. Ну, конечно, смотрим и на расстановку, там, в самой компании. Плюс, на самом деле, эта статистика, она является публичной, доступной. И многие крупные брокеры, включая, там, Саксабанк, Аанда, публикуют и в режиме реального времени. Как бы отслеживая, сразу складывается определенное представление. Так вот. Но Чикаго все-таки, она более объективна, да, мне кажется? Чикаго более объективна, да. Там можно посмотреть обычных спекулянтов и институциональных инвесторов, их расстановку. И зачастую, когда мы видим, что шорт достигает рекордных значений, все это является таким определенным триггером роста. На самом деле, рекордный шорт, он не только сейчас наблюдается, он рос. И он был накануне заседания таковым. И, на мой взгляд, именно благодаря этому мы увидели такой резкий скачок буквально за час. То есть, как в таких случаях говорят, выносят шортистов, да? Выносят шортистов. Срабатывают стоп-приказы, и вот он результат. Да, но, на мой взгляд, уровень сопротивления, он находится уже не так далеко. Отметка, возможно, 1.36, 3.6.50. А после, в случае, если мы не увидим каких-то интересных событий, я не знаю, эскалации конфликта на Ближнем Востоке и прочего, да, чего-то, к чему совершенно не готовы участники, то рынок, как и прежде, скорее всего, будет замыкаться в канале и двигаться там в известных нам диапазонах. Я понял. Ну, это замечательно, на самом деле. В поисках триггера, да, мы все время, так сказать, пытаемся какие-то события, да, ближней и средней дальности, так сказать, определить. Ну, вот сейчас мы одно из них уже озвучили. Если все же, Кирилл, смотри, если все же говорить о евро-долларе, то, наверное, стоит пару слов хотя бы сказать, да, о том, что произошло в выходные, выборы в Германии, и по большому счету никак евро на это не отреагировало. Ну, вот на твой взгляд, это парадоксальная ситуация или чем-то объясняется все же? На мой взгляд, никаких парадоксов здесь особых нету, потому что рынок, как обычно, заранее закладывался на данные события, которые, в общем-то, уложились в рамки ожиданий. Здесь, с этой стороны, не было никаких сюрпризов. В то же время, если в целом проанализировать ситуацию в еврозоне, то мы видим, что она оздоравливается. Постепенно, постепенно экономика еврозоны выходит из рецессии. Мы видим, что ВВП наконец-то оказался в положительной зоне. По-моему, 0,3% сейчас там по году. Если посмотреть, то такие индексы деловой активности, деловой уверенности, там, как Айфо и прочее, они тоже постепенно стараются выйти в положительную зону. Единственное, там страдает по-прежнему промпроизводство. Нет там никаких положительных сдвигов. Но я думаю, что глобально, оценивая ситуацию в еврозоне, мы видим, что она улучшается. И возможности для вложения, для игры на повышение в паре евро-доллар, в том числе для вложения в активы европейских стран, она становится лучше. И здесь, кстати, очень интересно еще смотреть на движение капиталов, на вообще расстановку сил среди хедж-фондов. Хедж-фонды увеличивают свои лимиты на еврозоны. Если посмотреть, то приток средств именно от хедж-фондов в европейские активы в последнее время прирастает. То есть из многих экономик мира, из экономики США, Азии, России, к сожалению или к счастью, в общем, средства поступают в большей степени сейчас в еврозону. Я понял. Илья, на твой взгляд, действительно все так хорошо складывается сейчас в Европе или опять попытка нам каким-то образом? Ну, я бы не сказал, что прям хорошо все складывается. Все-таки мы говорим о восстановлении после некого периода рецессии, а не о каком-то там бурном росте, неожиданном или ожидаемом. Но действительно, пока каких-то таких локальных стрессовых шоков мы здесь не видим. Действительно, выборы прошли в Германии вполне штатно, то есть никаких здесь сюрпризов мы не увидели. Действительно, потихоньку начинает восстанавливаться деловая активность. Естественно, сфера услуг она пока растет лучше, чем в производстве, но тем не менее и в производстве она не так плоха, как могла бы быть. Мы, в общем, это отмечали уже в начале лета, что Европа, скорее всего, если не будет никаких шоков, может стать таким, если не локомотивом роста, но, по крайней мере, каким-то таким драйвером локальным. Но вот ровно это и происходит. И, наверное, да, вот то, о чем говорил Кирилл, подтверждает, да, какой денежный поток сейчас... Ну, естественно, то есть инвесторы не знают, что дальше будет происходить в мире, но в Европе пытаются сформироваться какой-то, если не тренд, да, то, по крайней мере, подобие вектора, да. Да-да, смотри, я просто опять к весне, к лету возвращаюсь. Мы говорили, что единственная возможность сейчас куда-то вложиться, это в Америку. Альтернативы практически не рассматривали. То есть сейчас в качестве альтернативы мы можем говорить уже о Европе, потому что это более-менее позитивно. Да, мы об этом говорили, как раз, то есть даже в условиях сокращения, там, того же КУЕ, да, американский рынок это практически единственное, во что инвесторы могут вкладываться. И мы как раз отток, который мы сейчас видим на американском рынке, после того, как мы не увидели этого сокращения, он это подтверждает. И поскольку в Америке пока таких драйверов вот такого рода нет, да, зато есть госдолг, есть какие-то непонятные движения вот в этом направлении, и пока экономика то ли растет, то ли неопонятно чего. Ну да, и неопределенность вот связанных. Естественно, спокойная относительно Европы, она больше привлекает таких рискофобных инвесторов. Еще раз новости, потом продолжим. Зарабатывайте на крупнейших биржах мира вместе со спонсором программы «Сухой остаток» брокером «Хутрейдс Лимитед» Кипр. Информация о компании, ее услугах и тарифах размещена на сайте www.finam.com.cu. Торговля финансовыми инструментами может повлечь риск потерь. Проконсультируйтесь у независимых экспертов перед началом торгов. Итак, друзья, мы продолжаем эфир «Сухой остаток» на «Финам.ФМ». Обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках. И сегодня у меня в гостях представлю еще раз с удовольствием. Кирилл Кощенко, генеральный директор «Эйфорекс» и Илья Балакиров, ведущий аналитик «УФС». «УФС». «УФС», извини, пожалуйста. «УФС». Столько незнакомых букв, я теряюсь. Ну что ж, напомню я телефон студии для вас, уважаемые слушатели, 6510-99,6, код Москвы-495, сайт компании «финам.ФМ». Что ж, продолжаем разговор. Ну, разобрались мы с Европой более-менее, мне так кажется. Кстати, все же, да, вот это вот намечившее восстановление еврозоны наверняка не пройдет даром, что называется. Ну, или как минимум, да, наверняка достаточно позитивно воспринимается в точке России, да, Илья? Ну, по крайней мере, отдельных компаний, безусловно. Мы это видим и в экспортной выручке «Газпрома» отчасти, да, потому что растет спрос на газ в Европе. И другие наши экспортные компании, «Металлурги» в том числе, которые работают на европейский рынок, да, действительно, мы здесь увидим какое-то улучшение. То есть восстановление Европы, да, на руку России? Другое дело, да, что по большей части, опять же, наши экспортеры стараются переключиться на азиатские рынки. Все вот это время кризиса старались это сделать. Поэтому я не думаю, что будет такое сильное воздействие, какое оно было бы, если бы мы вот это увидели там года два назад. Ну, тем не менее, смотри, ведь и переключение взгляда российских спортеров на Восток, оно же во многом было связано с кризисом в Европе. Да, конечно, я об этом говорю. Конечно, да. Поэтому, если действительно Европа, дай бог, будет восстанавливаться, то, собственно, хуже-то не будет. У нас есть звонок, давайте послушаем. Ирина, Ирина, день добрый, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам, очень интересная передача. Слушаю, потому что знакомые говорят, что будет где-то дефолт, а где то ли в Москве, в смысле в России, то ли в Америке, непонятно. Поэтому хотелось бы понять, если в Америке так все не очень спокойно, у меня вот есть валютный вклад, он небольшой. Ну, вот, может быть, стоит мне его на рубли поменять. У вас есть валютный вклад, да? Да-да-да, долларовый в Сбербанке. В Сбербанке, я понял. И учитывая, что, да, ваши знакомые пугают вас дефолтом, неизвестно... Ну да, вот как-то говорят, что что-то там должно произойти, я просто думаю, где это будет, в России или в Америке, скорее всего, может, в Америке, слушаю вашу передачу. Да-да, то есть нагнали страху, да, на вас? Ну, не то, что нагнали, просто я думаю, что поменять, но... Давайте так, значит, нам понятен ваш вопрос, спасибо, во-первых, вам огромное за звонок, ждали мы вашего звонка. И, смотрите, сейчас я предоставлю слово моим гостям, и мы попытаемся еще раз так подробно, да, возможности дефолта в России, в Америке или где-то еще. И, естественно, рекомендации по поводу того, что делать с этим валютом, долларовым вкладом. Давайте, Кирилл, начнем с тебя. Ну, прежде всего, хочется сказать, что замечательный вопрос, и успокоить в том смысле, что, я считаю, в ближайшее время никакого дефолта не произойдет. Никаких, давай уж тогда, никаких. Никаких дефолтов не произойдет. Ну, надо, извини, пожалуйста, я перебью, надо изначально, наверное, начать с того, что такое дефолт, да, это невозможность отвечать за свои долги, за обязательства. Да, платить по собственным обязательствам. Мы, в первую очередь, говорим о государстве. То есть никаких государственных дефолтов в ближайшее время не предвидится. Если же говорить, в частности, о России, да, то, слава богу, золотовалютные резервы пока позволяют нам рассчитывать на какую-то стабильность, даже несмотря на сокращение темпов роста ВВП, причем очень существенные. А что делать с вкладом? Ну, на мой взгляд, здесь есть два варианта. Первое, либо нужно становиться активным участником финансовых рынков, да, то есть, ну, совершать какие-то сделки. Ну, то есть, да, открывать брокерский счет, да, и... Да, либо второе, я понимаю, что мы сейчас говорим прежде всего об этом, да, то есть, о каком-то пассивном вкладе. Наверное, я предпочел бы не аккумулировать все средства в какой-то одной валюте, а традиционно разложить ее в корзину из нескольких валют. Ну, в частности, смотри, у него есть долларовый вклад, у Ирины есть долларовый вклад, в Сбербанк, сказала она, да, соответственно, часть, да, этой суммы ты бы перевел, да, куда, в рубли бы. Обязательно в рубли, я думаю, что... Ну, лишь часть. Лишь часть, конечно. Я думаю, что до 30% можно вложить это в рубль, и оставшиеся 70% можно поделить между евро и долларом, то есть, получится 35-35-30, вот примерно такие пропорции этой корзины. И, ну, на что можно рассчитывать? По крайней мере, можно рассчитывать точно на стабильность. И даже если мы увидим движение в какой-то одной из валют резкой, оно будет компенсировано обратным движением, там, ну, например, если евро вырастет, да, в долларе. То есть, валютный риск таким образом мы компенсируем, да, ну, и главная задача, я так понимаю, у Ирины сохранить, не приумножить. Ну, здесь сложно не согласиться, действительно, это такая достаточно классическая защитная стратегия. Ну, давай изначально с дефолтами разделемся. С дефолтами. Давайте начнем с того, что если будет дефолт в Штатах, то о судьбе вклада можно не беспокоиться, в том плане, что уже будет все равно. Опять ты пугаешь слушателей. Поэтому на это можно точно не закладываться, но поскольку крах американской экономики, это крах мировой экономики, надо прекрасно это понимать, да. Дефолт США это крах Pax Americana, крах доллара как мировой резервной валюты, ну, это неприятно. Это неприятно. Это больно, это больно. Это больно, да. Но этого мы не увидим, потому что, ну, это ужасный сон всех и вся. Да, вот. Естественно, у нас о дефолте поговорить тоже не идет, поскольку, ну, во-первых, действительно, есть золотовалютные резервы, есть, там, предсловутый резервный фонд, есть некий фонд будущих поколений, то есть, там, пенсионных накоплений и так далее, который, правда, наверное, уже весь потрачен куда-то. Он не потрачен, он вложен. Он вложен, да. То есть он должен тратиться на софинансирование пенсии, он, в общем, весь выбран примерно вот туда. Вот. Соответственно, более того, я бы хотел сказать, что тот рост доллара к рублю, который мы видели, вот, пока ничего здесь не происходило, да, при дорогущей нефти, при, там, ажиотаже вокруг Сирии и при этом мы видели ослабление рубля, да, вот, это тот самый бюджетный маневр, да, который не вот номинальный бюджетный маневр, то есть некие там сокращения предлагают, а настоящий бюджетный маневр. То есть мы ослабили валюту на, во время, когда она должна была быть сильной, при дорогущей нефти, при огромном притоке валютной выручки, мы задавили рубль. И за счет этого бюджет получил очень неплохие деньги. Поэтому я думаю, что большая часть тех потребностей, вот, финансирования, которые у нас, дефицит бюджета был, его уже практически покрыли. Вот, поэтому здесь опасаться именно дефолта, я думаю, что не стоит. Я в твоих словах еще прочел аплодисменты Центральному банку Российской Федерации, да? Ну, красиво, да. Странно, но красиво. Вот. У нас можно говорить о рецессии, да, то есть экономика очень плохо растет, и может быть она будет еще хуже расти. При этом у нас Центробанк и правительство стабильно преследуют цели низкой инфляции, они не хорошего роста, да, и обещанных мер смягчения Центробанка мы так и не дождались, и, наверное, еще и не дождемся. Ну, в этом году-то точно. Вот, поэтому рецессия, да, может быть, вот, но о дефолте тут, конечно, речи не идет. Если говорить о том, что делать с валютным вкладом, вот, если стратегию не менять, да, какой-то такой вот пол-пассивного подхода, я думаю, что сейчас пока лучше ничего не делать. Несмотря на то, что действительно много шортистов, мы, скорее всего, евро порастет доллар, а доллар, может быть, еще немножко ослабнет, все понимают, что рано или поздно, скорее, рано, чем поздно, да, все-таки начнется сокращение КУЕ, и сокращение КУЕ неизбежно приведет к ослаблению евро к доллару, и, наверное, ослабление... Ну, Ирине, наверное, интереснее, укрепление доллара, прежде всего, да, конечно. Вот, поэтому, то есть, я думаю, что рост от доллара к рублю мы вполне можем дождаться уже в этом году, ближе, там, где-то к концу года. Ну, а действительно ли начнется сокращение КУЕ? Это ты сейчас у кого спрашиваешь? Ну, вот вопрос слух просто задаешь. Ну, оно когда-то должно начаться, да, потому что нельзя все время рисовать доллары и покупать на них госдолг, который все время растет, да. Это понятно, что это взаимосвязанные вещи, да, то есть пока мы не замораживаем потолок госдолга, мы, в общем, должны его куда-то девать. И просто ярым противником сокращения, ну, точнее, началом сокращения КУЕ-3, в общем, Саммерс выступал, да, и мы знаем, что в какой-то момент он, собственно, ушел с предуберной руки. Или его попросили, да? Или его попросили, да, и сейчас, ну, наиболее реальным кандидатом на пост главы ФРС видится, собственно, первый зам Бена Берданки, это Джанет Йеллен. И насколько я сумел изучить ее взгляды, ее программу, она является абсолютным последователем Берданки, то есть она собирается проводить КУЕЙ дальше, и при этом она является приверженцем минимальных ставок. Но, что интересно, считается, что, в первую очередь, для нее ориентиром является именно нормализация ситуации с занятостью в США. А при этом удержание вот этого потолка инфляции на уровне 2% для нее не играет никакой роли. Соответственно, ну, вот первые выводы, которым я могу прийти, что после того, как Джанет Йеллен выберут на пост главы ФРС, скорее всего, печатный станок будет работать с такой же, а может быть, даже еще и большей силой. Вот поэтому, на самом деле, тема-то такая, неоднозначная. Все может произойти. Илья? Ну, я бы хотел сказать, что, во-первых, Саммерс — это такой бабайка, да? Когда мы обсуждали это, вот ровно этот вопрос в начале лета, да, никакой кандидатуру Саммерса вообще не обсуждалось. Мы начали наговорить о том, что Йеллен, скорее всего, будет преемником, и вот с тех пор не помялось ничего. То есть это такая вот традиционная вербальная интервью. Я вам честно скажу, что я узнал о Саммерсе, что он собирался стать главой ФРС после того, как он отказался от этого мероприятия. Смотрите, пока рынок не очень боится, да, мы сделали некую фигуру, которая вот страшная, да, вот там Дарт Вейдер будет главой ФРС, да, и когда настало время X, и все вроде начали бояться и принимать решение выходить, не выходить, да, мы его убрали. Все, ура, как прекрасно, его не будет. Кстати, реакцию вы помните, да, две недели назад реакцию? Да, 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 ну, это хвост виляет собакой. То есть это манипулирование мнением рынка на пустом месте совершенно. Вот, поэтому действительно все ждут, что Йеллен будет последовательницей взглядов Бернанки. И, в общем, наверное, странно было бы здесь от женщины ожидать какого-то радикального изменения политики. Ну, просто так складывается. Нет, здесь одним из ключевых моментов именно является ее взгляд на инфляцию. На мой взгляд, да, то есть вот именно детали, детальный ее подход. Если Бен Бернанки смотрит внимательно на инфляцию, то для нее не имеет особого значения. И мы вполне можем увидеть инфляцию выше 2%, может быть и 2,3%, и 2,5%. При этом изменения монетальной политики не увидим. Она является приверженцем низких ставок, максимально низких ставок. При этом, прежде чем, ну, начать ужесточать монетарную политику, прежде мы должны увидеть оздоровление экономики. Темпы ВВП должны быть, наверное, более ощутимы, чем сейчас. Ну, с другой стороны, это такая же потрясающая спекуляция, да, поскольку все КУЕ, начиная с самого первого, да, ну, может быть, кроме, которое спасло ключевые финансовые институты, никакого прямого воздействия на экономику, уж тем более на занятость, не оказывал, не оказывает и не будет оказывать. Поэтому, говорит, что вот мы ждем, чтобы до тех пор, пока не начнет расти занятость, мы не будем сокращать или будем сокращать. Эта вещь вообще никак не связана, на самом деле. То есть, пока экономика мифически, мистически, каким-то чудесным образом сама вдруг не начнет расти, они не могут выходить из этой программы. Но они не могут, они действительно заперты здесь. Вот, но говорить о том, что вот мы хотим, чтобы экономика росла, и поэтому мы будем дальше печатать деньги, ну, это все-таки некая подмена понятия. Понятно. Хорошо, хорошо, я понял. Значит, смотрите, ну, во-первых, мы ответили, да, на вопрос Ирины. Понятно, что никаких дефолтов, дай бог, конечно, да, в ближайшее время мы не увидим, ни с каких сторон. Ну, а что касается ее валютного вклада, мнение Ильи, надо его оставить, да, ничего плохого с ним не случится. Ну, его либо нужно оставить, либо действительно разбить это по корзине. Либо вершов зависит, конечно, от горизонтов. Да, вложений. Если это вклад на 3-5 лет, то уж наверняка нужно разложиться. А если там, скажем, это до получки или там до Нового года, то вполне возможно, что действительно ничего не стоит трогать. Ну, может быть, можно будет выйти поинтереснее просто. То есть поменять доллары на рубли? Ну, по более выгодному курсу. Понятно, хорошо. Хорошо, спасибо огромное. Итак, смотрите, у нас очередная сейчас пауза, да, действительно, значит, мы сейчас, как всегда, послушаем с вами с интересом новости на Финам.ФМ, а потом продолжим наш эфир, ну и, наверное, поговорим все-таки о российском рынке более детально, сам Бог велел. Ну что ж, спасибо, новости на Финам.ФМ. Ну что ж, друзья, последняя часть нашего эфира. Сухой остаток на Финам.ФМ. Как всегда, мы обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках. Сейчас время поговорить о рынке российском. Но прежде всего я еще раз представлю моих гостей. Сегодня в студии сухого остатка Кирилл Кощенко, генеральный директор АФОРЕКС и Илья Балакирев, ведущий аналитик UFSIC. Ну и на всякий случай, наверное, да, я еще раз напомню, телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495 и сайт компании финам.ФМ. Ну что ж, с чем мы начнем о России, ты говоришь, с рубля, наверное, да, Кирилл? Можем, конечно, и о рубле поговорить. Давай, давай начнем с этого. Наверное, стоит сначала посетовать, да, посетовать на то, какие события, да, и динамика рубля последние две недели. Кстати, если позволите, я все же, извини, Кирилл, график у меня все-таки, да, у гостей, к сожалению, нет перед глазами, у меня есть возможность посмотреть на график. Вот дневной график пары доллар-рубль сейчас на споте торгуется эта пара в районе 32.18, ну 32.20. И, кстати, вот этот сегодняшний максимум 32.20, да, это, по сути, закрытие последнего гэпа, когда мы вот на известные события прошлой недели увидели сразу резкий провал после 32.20. Сразу открылось 31.70, да, проект фактически рубля. Вот сейчас этот гэп закрыли. С технической точки зрения это вполне логично. Ну, здесь, прежде всего, сложно не согласиться с Ильей и сказать, что наш Центробанк сделал очень ловкий маневр. А в тот момент, когда ВВП не растет, откуда-то надо получать доходы, то можно это сделать за счет удачных, скажем так, движений на валютном рынке, таких спровоцированных. Ну, давай так, в то же время, звучало это за счет девальвации отечественной валюты. За счет девальвации, да, отечественной валюты. В то же время, мне кажется, что текущая динамика не является таким уж неприятным сюрпризом. Почему? Потому что все-таки мы говорим о россиянах, большая часть из которых получают заработную плату в рублях. Конечно, имеют накопление, но зачастую тоже в национальной валюте. И я думаю, что сейчас у многих отлегло, когда они увидели, что... Рубль укрепился. Да, что наш российский рубль начинает укрепляться, и причем дело-то достаточно существенно. Если говорить о перспективах этого движения, ну, что мы видим? Мы видим очень сильную корреляцию с парой евро-доллар. И фактически, если мы приходим к выводу, что пара евро-доллар уже замыкается в каком-то канале, и потенциал для восходящего тренда, он ограничен где-то отметкой 36, то я думаю, что и в паре рубль-доллар мы не увидим значительного укрепления рубля и падения доллара. То есть, наверное, такой, скажем так, консенсус, такой равновесие в этой паре определенное, оно, наверное, уже где-то очень близко, оно практически достигнуто. То есть, ну, скажем, о таких оторванных отметках от реальности, там, ниже 30 рублей за доллар, мы вряд ли сейчас можем говорить. Я думаю, что какое-то время мы точно будем находиться вот в канале. Ну, а вот этот предполагаемый консенсус, о котором ты говоришь, да, или диапазон, понятно, что мы не можем, там, какую-то статичную цифру называть, но если предположить, да, что справедливая оценка рубля по отношению к доллару находится в диапазоне, вот, ты можешь что-то обозначить? Ну, я думаю, что нижняя отметка находится где-то 38, может быть, даже 31. Соответственно, верхняя где-то в районе 33. Ну, 2 рубля это немало. Немало. Илья, ты как смотришь на рубль? Ну, я думаю, что так, вот так оно и есть. Здесь очень многое будет зависеть, наверное, все-таки от того, как будет внешняя ситуация развиваться, как будет развиваться, если будет конфликт вокруг Сирии, который у нас сейчас основной драйвер, наверное, в котировках нефти. Ну, и от позиций, во-первых, Центробанка, во-вторых, правительство, которые здесь играют во многом друг против друга. Что любопытно, действительно, не просто девальвация, да, раз уж мы об этом говорили, да, а девальвация не вынужденная, а такая добровольная и очень подходящая для этого время, да, то есть обычно мы видим девальвацию, когда вот нефть падает, все плохо, да, и чтобы как-то там чего-то свести концы с концами, мы начинаем ослаблять рубль. Вот, поскольку он так вроде бы ослабляется. А здесь мы видели ситуацию, когда нефть растет, вроде бы все не так плохо, да, и при этом рубль ослаблялся. Вот, это довольно новая ситуация для российского рынка. Вот, увидим ли мы еще что-то такое же, вот, ну, это, наверное, будет зависеть от того, как ситуация с бюджетом сложится, как сложится ситуация с нефтью. Но пока вот из того, что формируется сейчас, здесь действительно каких-то мощных драйверов, наверное, нет, да, мы будем смотреть на пару, прежде всего, евро-доллар, пока она отыгрывается вот практически один в один. Я понял. Хорошо, хорошо. Ну, и теперь давайте два слова буквально мы успеем еще произнести в отношении российского рынка акций. Вот, что, собственно, происходит здесь. Опять, мы можем, как бы, и, может быть, даже это и правильно будет, да, мы можем говорить о движениях на российском рынке в спектре последних событий глобальных, потому что, опять-таки, не секрет, да, что мы двигаемся в неких глобальных направлениях, глобальных тенденциях. Опять-таки, можно говорить и о стоимости национальной валюты, и интереса, да, там, инвестора российского рынка акций, ну и так далее. Нефть марки Brent, опять-таки. Да, Илья, давай. Да, ну, на самом деле, я бы сказал, что ничего не происходит на российском рынке акций, да, то есть мы действительно видим такой некий откат обратно средств на развивающиеся рынки, после того, как, ну, несколько отлегло вот судьбоносного нерешения ФРС, вот. Вот, да, действительно растет Россия, растет там, Азия, может быть, не так активно растет, да, она там что-то немножко пугала сейчас статистики, но, тем не менее, Россия здесь выглядит очень неплохо в этом плане. Вот, мы, то есть если американцы продолжают сползать, да, там, Европа так, в около нуля, и Азия туда-сюда, то Россия неплохо отросла после того, как не было объявлено сокращение, ну, с поправкой, понятно, на динамику валютных курсов в МВБ РТС. Вот, и сейчас мы видим отдельные истории, которые, там, растут или не растут, да, при слову-то уралкалий, какая-то динамика есть там, была отдельно в банках, это связано как раз вот с изменением распределения капитала мировом, нефтянка, это реакция на динамику нефтяных курсов, плюс Новотек, Газпром, Роснефть, здесь вот игра вокруг либерализации, нелиберализации экспортного рынка СПГ в ближайшее время, которая вот уже должна быть, ну, и плюс заморозка тарифов монополий, которые все обсуждают, и которая должна, таки, ударить как-то по Газпрому и в большей степени по энергетике, наверное. Вот, то есть здесь есть свои драйверы, они действительно на рынке проявляются, эпизодические, там, сделки или не сделки, слияние поглощения, мы видели попытки роста, там, в аптеках с верофармом, и в сетях ритейлеров, да, что, может быть, кто-то купит, не купит, седьмой континент, вот, буквально тут на неделе. Опять слухи о возможной оферте в ТНК-БП, которые, скорее всего, не будет. Ну, то есть, в общем, свои какие-то идеи точечные есть, но рынок в целом так немножко отрос после того, как, в общем, ничего не произошло и продолжает дарифовать особенно безидейно. Ну, и стоит предположить, да, что, в принципе, следующий ориентир, вот, о котором мы сегодня говорили. Ну, сейчас мы увидим ВВП, а после этого будем ждать госдолг. Госдолг, и все, да? В принципе, ну, за исключением, опять, каких-то точечных ударов. Ну, смотрите, сейчас пойдет скоро все-таки третий квартал, да, отчеты за третий квартал, и если мы посмотрим динамику, например, в металлах, в сталипрокате и так далее, то есть, в принципе, там есть улучшения, то есть, третий квартал, мы таки дождались, и там какие-то улучшения уже есть, цены растут. И ждали мы все же, да? Мы ждали, вот, год ждем, да? Они, наконец, начали расти с какого-то уровня. Вот, поэтому отчетности, допустим, наших всех металлургов обещают быть неплохими за третий квартал. Отчетности нефтяников на серии дорогой нефти и дешевом рубля тоже обещают быть неплохими. И, в общем, под сезон отчетности третьего квартала он будет, скорее всего, довольно позитивный для нашей компании. Я понял. Кирилл, смотри, если все-таки рассматривать не отдельно российский рынок, как сейчас достаточно подробно Илья изложил, а российский рынок вот в компании рынков развивающихся, да, то вот этот спекулятивный капитал, который, так сказать, освободился, какая-то часть его освободилась, да, после сочинения Федрезерва, он попытался найти там возможности для быстрого заработка. Вот, если с этой точки зрения, насколько вообще, насколько интереснее рынок Российской Федерации, да, нежели рынки, я не знаю, там, Бразилии, Индии, Китая, на твой взгляд? Ну, здесь традиционно очень существенную роль играют наши политические риски, которые зачастую срабатывают не в пользу нашей страны, да, а в пользу других развивающихся рынков, которые вы их только что озвучили. Хотя, возможно, моя точка зрения не очень популярна, но мне кажется, что по... Нет, я хочу сказать, что по индексу МВБ, на мой взгляд, еще есть достаточно хороший потенциал для хода, для роста, причем, да, причем, возможно, не такой большой в этом году, но в следующем уж наверняка. И почему? Опять же, продолжая тему с количественным смягчением и прихода к власти Джанет Йеллен, если мы увидим, что по-прежнему, как бы, станок работает и государственные облигации с рынка выкупаются, то что мы увидим? Мы увидим вложение в рисковые активы. И вспомните первую волну количественного смягчения и вторую. Что тогда происходило? При первой волне индекс СНП американский вырос примерно на 50%. Наша корреляция с американским рынком практически 100%. То есть российский рынок тоже вырос очень существенно в этот период времени. Это была, все-таки я бы добавил. Наша корреляция с американским рынком практически 100% была. Была. Ну хорошо, сейчас она снизилась, но тем не менее, мы же не станем спорить, что она по-прежнему присутствует. На четверть вырос индекс СНП во время второй волны количественного смягчения. В России мы увидели ту же самую реакцию. Сейчас приняли решение, что QE не сокращается, что произошло с МВБ, индекс снова вырос. Поэтому если мы не увидим... Насколько только ты забыл добавить. Насколько. И американский рынок, насколько он вырос? Он вырос на смешные там какие-то пару процентов, да? Ну это как раз говорит о том, что нельзя это делать бесконечно. Совершенно верно. Такая же реакция в прошлом году была, кстати. Я думаю, что не стоит исключать действительно такой реакции, но она будет, то есть механизм трансмиссии будет немножко другой. Мы уже увидели, что сокращение программы вызвало некий такой отток инвесторов из доллара. То есть рост предубежденности относительно доллара. Тут опять патология с долгом всплывает, да? И инвесторы несколько косо начинают смотреть на доллар. И это, естественно, вызывает инфляцию всех активов, номинированных в долларе. А вот это уже хороший стимул для российской экономики. Поскольку если будут дорожать там цветные металлы, если будет дорожать нефть, если будет дорожать газ, мы, естественно, будем показывать хорошую динамику. Я понял. Я понял. Спасибо огромное. К сожалению, времени нет. Видишь, ты как переживал, а о многом и не успели даже поговорить. Спасибо, спасибо. Прежде всего, спасибо огромное моим сегодняшним гостям. Еще раз я напомню, в студии с холостатка Кирилл Кощенко, генеральный директор Айфорес, и Илья Балакирев, ведущий аналитик UFS IC. Ну, как всегда, мы обсудили текущую ситуацию на финансовых рынках. Будем это делать и, собственно, все оставшиеся дни, кроме субботы и воскресенья, в это же самое время. Вам, уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Как всегда, я желаю вам всего хорошего, успехов на рынке. До завтра. Всего доброго. Всего доброго. До свидания.